Машина как визитная карточка владельца. Автолюбители наклеивают на стекла и кузов своих машин стикеры. По ним можно узнать об увлечениях владельцев и их боевом прошлом или даже знаке зодиака. Зачем они таким образом заявляют о себе всем окружающим, а что наоборот можно скрывать под яркой картинкой, расскажет Вячеслав Орфоломеев. А вот Салаирская Рубилова, которая у меня уже отваливается, бедное, несчастное мое. По многочисленным наклейкам на этом универсале можно изучать географию и узнать в каких соревнованиях участвовала его хозяйка. По бортовому номеру Анну узнают одноклубники в плотном потоке автомобилей. На лобовом стекле стикеров нет для лучшего обзора. Машина заклеена так, чтобы не мешать. Наклейки мне не мешают. Те окна, которые мне крайне необходимы для обзора, они у меня не заклеены. В местах, где мне необходимо, я ничего не клею. По наклейкам на авто теперь можно понять, кто сидит за рулем. Лыжник или дайвер, десантник или бывший пограничник, патриот или даже король дороги. Один из самых популярных стикеров Новосибирска – это эмблема хоккейного клуба Сиби. Таким образом фанаты узнают друг друга. Наклеить ее совсем не сложно. Гораздо труднее сделать это ровно. У меня, честно говоря, получилось не очень. Правда, модному поветрию поддались еще не все автомобилисты. Очень спокойно. Ну, это весело. Каждый развлекается как может. Это нормально. Каждая машина своя, он делает с ним все, что хочет. Так они на дровах стоят-то на все. Не на новой же машине вешают. Да я так думаю, что это молодые какие-нибудь пацаны. Да пусть будет, конечно. Ну, как люди, пусть задуряются. Это же мнение людей. Существует даже целая субкультура, когда владельцы авто полностью покрывают наклейками свой автомобиль. Однако в России стикербомбинг чаще используют, чтобы скрыть царапины и вмятины на кузове. Да и увлечения это не из дешевых. Самые маленькие стикеры стоят от 80 до 250 рублей. А цены самых дорогих доходят до 10 тысяч рублей. Этому человеку прямо реально не жалко денег на свою машину. Второе качество должно быть настолько на высоте, чтобы когда он показывал друзьям, чтобы ему не было стыдно даже. Потому что основной принцип это даже не самому себе доказать, что это красиво, а показать, что ни у кого больше такого нет. Самые популярные заказы в мастерской по изготовлению наклеек – имена владельцев машин, благодарность жене за рождение ребенка, а также слова и фразы, обозначающие принадлежность к уличным гонщикам. Правда, наклейки из серии «Спид» и «Рейс» могут сыграть с их владельцами злую шутку. Водители поговаривают, что на машины с такими кричащими стикерами по негласному распоряжению автоинспекторы обращают более пристальное внимание. Вячеслав Арфоломеев, Константин Стримаусов и Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.